всем привет у нас второе видео на тему проектирования частного дома и сегодня поговорим о о порядке проектирования но прежде чем я передам слово моему гостю александру гирину я еще раз хочу поблагодарить ресторан зверобой который предоставил нам площадку для съемок ну и заодно принесу извинения за посторонние звуки шумы падание вилок шорканье столов и ног так что ребята не смущайтесь мы находимся в ресторане в которой вы тоже сможете сходить и отведать вкуснейших блюд как здесь утверждает ну в общем давайте начинать итак александр порядок проектирования вот например задумал я построить себе дом с чего начинать всем привет значит начинать нужно с чего у нас есть земельный участок в собственности да и нам нужно узнать об этом земельном участке все надо с ним познакомиться то есть его нужно снять получить геодезическую съемку то есть нужно получить его высотные точки высотное положение все перепады все кустики деревья там канавки все это делает герзиста он делает съемку и выдает это дело проектировщику и дальше мы уже имеем этот лист это это высотное положение уже можем начинать делать эскизный проект на который дизайнер берет и садит этот дом уже выбирает его конфигурации размеры и начинают прорабатывать эскизный проект который по итогам которого заказчик смотрит что у него в итоге получится да картинку как бы планировку прочее прочее то есть сделать съемку и мы должны ещё получить гпзу то есть опять же познакомиться с участком гпзу и это государственного размерного участка который получаться в администрации района где прописана все все положение об участке что это участок что на нем разрешено устроить какая плотность настройки какая в максимальная высота там сколько этажей можно построить если какие-то ограничения по использованию земельного участка там может быть зона потопления или еще какие то бывают ограничения до какие согласования нужно получить, там, например, дробная зона, там, или еще какая-нибудь. То есть это в ГПЗУ написано. По результатам этих вот документов, да, то есть съемка геодетической и наличие ГПЗУ, дальше мы можем уже... То есть мы понимаем, что мы вообще можем здесь сотворить. Да. Следующий шаг? То есть следующий шаг сделали эскизный проект. Заказчику все понравилось, все, да, то есть мы начинаем делать инженерный проект. Давай поясним, что эскизный проект, зачем он нужен? То есть на эскизном проекте вы видите пятно застройки, вы видите поэтажные планы с расстановкой мебели и внешний вид дома. То есть фактически вы уже видите свой будущий дом. Вот это вот и есть эскизный проект. Главный смысл эскизного проекта – это придумать этот самый дом по тех заданиям заказчика и по его хотелкам. И его, так сказать, усадить на участок. Но это еще не весь проект. Что дальше? Дальше мы делаем инженерный проект, по которому строители уже должны построить точно в соответствии с тем, что рассчитали инженера. Перед началом проектирования всегда мы просим предоставить заказчика, либо делаем это сами по его заданию. То есть делаем геологические изыскания для того, чтобы нам понять, что у нас будет находиться под домом и как нам спроектировать фундаменты дома. То есть это геологический отчет, в котором написаны все характеристики грунтов, толщина, глубина, наличие уровня грунтовых вод. Это называется отчет по инженерным геологическим изысканиям. Короче говоря, это нужно для того, чтобы правильно спроектировать фундаменты. Да. После фундаментов мы проектируем что, каркас дома? Да, мы начинаем, имея инженерное изыскание, мы начинаем проектировать каркас дома силовой. То есть это у нас раздел конструкции железобетонный, там либо КР, конструктивные решения, там КД, если деревянный дом. Все, рисуем каркас дома силовой, да, рассчитываем его на просадки, нагрузки и прочее, прочее. Терматура, бетон, все это, как говорится, все это рассчитывается, все в нем прописано, что, сколько, чего и как делать. То есть по этому проекту монтажники уже собирают стены, опалубки, заливают бетон, получаем готовый каркас. Параллельно делается архитектурный проект, соответственно, да, то есть архитектурное решение, в котором учитывается, рисуется весь состав стены, делается теплотехнический расчет. То есть рисуется полностью весь состав дома, из чего он собирается, как он делается, в каком порядке все это и возводится. То есть начиная с стены, полы, перекрытия, окна, стропильные конструкции, кровли, то есть все это рассчитывается, все это указано в архитектурном проекте. То есть архитектурные решения. То есть это отдельный раздел архитектурных решений. Да, но мы его разделяем, потому что чаще бывает так, что конструкция железобетона, да, это чисто такие вот монолитные работы, да, арматурные работы, то есть арматурные решения, да, скелет силовой, который несет всю... А архитектурный раздел? Архитектурный раздел, там идут кладочные планы, то есть по архитектурным выкладываются стены, все заполняется, все швы, все примыкания, гидроизоляция, отделочные, да, покрытия, то есть как все у нас закрывается утепление, то есть это все вот в архитектурных решениях проекте идет. То есть получается мы вот уже два раздела сделали и еще идем дальше? Даже не дальше, а идем параллельно, то есть вместе с архитектурой и конструктивом работают инженера, проектировщики отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации и электрик. Для чего это нужно делать параллельно? Чтобы не забыть и учесть все коммуникации, которые будут проложены в доме, то есть они у нас пересекаются, да, где-то накладываются, нужно учесть все гильзы, места прохождения в перекрытии, чтобы потом, допустим, если отложили что-то, не стали делать, да, какой-то раздел, а потом, о, а надо тут сделать канал под трубу, здесь еще что-то надо делать, начинают долбить, это все намного дороже становится, чем, допустим, решили сэкономить на том же проекте, там, не знаю, инженером, да, водоснабжением, там, канализацией или там на отоплении, на вентиляции. Или решили их проще сделать. Естественно, архитектор, да, как бы и конструктор не учитывает вот эти трубы, то есть он не получает от них технического задания, что вот здесь мне заложить отверстие, здесь мне заложите гильзу, здесь мне оставьте место под оборудование, там, здесь мне раздвиньте, потому что у меня здесь не входит мое оборудование, потому что дом такой-то, по расчету получилось, что нужно котел какой-то определенный, там, гребенка, там, все, трубы развести, здесь они пересекаются, соответственно, там, архитектор просит, там, чтобы он заложил высоту пола, высоту стяжки, то есть вот эта вся работа, она идет совместная, идет постоянное переобщение, как говорится, перекрестное, да, между всеми разделами, ну, плюс инженер проекта смотрит за всем в целом, да, чтобы, как говорится, ничего не пропустили и все ли при наложении все сходится. Но, опять же, если мы хотим внутри делать дизайн, то, соответственно, еще и дизайн накладывается на этот проект, то есть он где-то между инженерией и архитектурой. Да, то есть есть по, именно, то есть, ну, когда дизайн проекта делается на эскизнике, то есть расстановка сантехники у нас, как бы, уже есть, да, более-менее, то есть здесь у нас все понятно. У нас единственное возникает момент, когда у нас нет светильников, да, каких-то много там подсветок, брав, то есть мы, конечно, вот по электрике ждем окончательного решения дизайна проекта внутреннего, да, расстановка, чтобы уже от щитка отводного уже сделать разводку по дому и все правильно, как говорится, развести, разогнать. Вот, но до щита мы вот делаем именно в самом начале, именно на самом строительстве, потому что там большие диаметры и просто так, как говорится, ну, не всегда попадешь. Но, получается, проект на инженерию, это вот последний проект, который завершает вот всю вот эту вот серию проектов для того, чтобы дом построить. Есть еще проект очень важный и раздел, это генеральный план. В нем, опять же, учитывая рельеф местности, да, и посадку дома, мы должны спланировать перемещение грунта, где-то насыпи, где-то выемки сделать, да, тоже очень немаловажный момент. Особенно он важен, если участок большой, на нем значительный перепад и даже подсчет объема земляных масс при перемещении, он сэкономит очень много денег. То есть, допустим, даже вы отдадите там 50 тысяч за проект, да, но вы потом на перевозке или там на транспортировке грунта, которая будет составлять уже там миллион рублей условно, да, вы сэкономите эти деньги там в 10 раз. Наверное, еще на генеральном плане учитывается подключение дома. Там же наверняка есть ввод воды, подключение газа, где септик или куда вот все вот эти сточные воды уходят. Это же тоже важно указать на проекте? Это указывается все на сводном плане инженерных сетей. То есть, чтобы опять нам учесть, чтобы ничего у нас не пересекало, чтобы у нас скважина и септик не попали там, да, как говорится, по соседству не оказались. Все это, да, в генплане учитывается. Смотри, получается, это очень-очень много планов. Ну, прям реально, вот прям целый список, вот прям даже тут у нас несколько папок лежат, это и то не все. Кстати, целый список мы выведем, наверное, на экран, там, какие проекты необходимо делать. Ведь это вопрос денег и люди не хотят их платить. То есть, есть ли возможность какая-то сэкономить или ее нет? Вот твое мнение как специалиста, то есть все-таки есть ли возможность сэкономить или не стоит? Ну, мое мнение такое, что если сэкономить на какой-то разработке и каких-то решений, да, то потом вы просто потеряете очень много времени на это дело. Уже все это дело, как говорится, согласовывая и реализуя по ходу строительства. Потому что это будет, это повлечет за собой какие-то переделки многочисленные, а любая переделка строительства – это очень дорого. Плюс это временные затраты, да, когда вы будете там сами что-то делать или еще что-то. А тут мы тратим, ну, тратят время, да, как говорится, несколько специалистов, которые в целом выдают готовый продукт, да. А когда продукт все разрознен, да, то есть, чтобы потом этот салат покрошить, вы еще времени больше потратите. Ну, смотри, я тебе простой пример приведу, чтобы вот понятно было. Вот, то есть, например, вот сделали проект эскизный, сделали там каркас дома, дом построили, возвели. И все остальные проекты не делают. Ну, зачем? Думают некоторые. Вот, например, окна. Зачем мне проект на окна? Сейчас я закажу окончиков, они мне привезут, окна да поставят. Потом отдельно закажу там облицовку фасада, мне ее сделают. Потом приглашу специалистов на установку котла и разводку отопления по дому. Ну, в принципе, они же тоже проект сделают. Сделают, вот они придут и сделают. Ну, как бы идут вот такими шагами. Вот, чем чревата такая работа и такой подход? Ну, тем, что, допустим, в итоге вы получите то, что не совсем представляли, либо получите то, что совсем не представляли. Потому что, когда вы делаете от и до, да, вы изначально видите, к чему вы придете. А тут вдруг окажется, что вот такую батарею надо поставить под панорамное окно, да? Ну, да. Кстати, видели мы такую историю, панорамное окно в пол и на фоне этого, значит, окна вот батарея. Странное решение. Ну, да, то есть, либо когда пришли монтажники, открыли, черчешься, знают, что вот здесь нужно заказать такое-то, такое-то оборудование, оно все уже войдет. А когда, допустим, этого нету, они пришли там, ага, блин, а вот это же сюда у нас не влезет, давайте здесь продолбим, здесь проштробим, давайте это поломаем и все. То есть, начинаются вот эти переделки, которые растягиваются по времени и по деньгам. И они, вот эти растяжки, затраты намного перекрывают по стоимости, чем вы сэкономили, допустим, полгода назад на проекте. Это мое мнение. Потому что стоимость проекта, она не такая уж зашкварная, чтобы экономить. То есть, продолбить, разломать стену, вывести, да, допустим, которую не предусмотрели или которую, ну, не просчитали. То есть, намного дороже, чем... Ну да, а иногда бывает, что изменения просто не внести необходимы, и приходится вообще что-то такое невероятное придумывать. Короче говоря, ребята, вам, конечно же, самим решать, заказывать эти проекты или нет, или как-то вот на коленке, что называется. Здесь мы, конечно, вам, ну, наверное, не советчики. Наша точка зрения однозначно, нужно делать проекты все. Для того, чтобы было понятно, о каких проектах идет речь, в каком порядке они делаются, мы приложим табличку, да, я думаю, что вот в описании я закреплю ссылочку. Вы можете перейти, скачать ее и посмотреть вообще, из чего состоит полный проект дома и последовательность проектирования. Да? Да. Сделаем это? Сделаем. Ну, мне остается поблагодарить Александра, что он нам такую хорошую консультацию провел. Поблагодарить ресторан «Зверобой», который нам предоставил площадку. Еще коньяка обещали налить. Да. Александра нас. Да, три. Вот. Ну, в общем, всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. И всем пока. Увидимся на стройплощадке. Субтитры сделал DimaTorzok